27 фермеров, давно занимающиеся животноводством, показывающие хорошие экономические результаты, получили очередную поддержку от государства. В этом году в состав комиссии по указанию главы республики Рашида Тимрезова вошли представители национальных общественных организаций и правоохранительных органов. Это позволило сделать процедуру защиты бизнес-проектов максимально прозрачной. Мадина Каракетова встретилась с одним из грантообладателей, фермером из Зеленчукского района Хазыром Эркеновым. Хазыр Эркенов в числе тех счастливчиков, которые победили в конкурсе на получение мер государственной поддержки по программе развития семейных животноводческих ферм. Условия конкурса были очень жесткими, рассказывает фермер. Бизнес-план сопровождали массу документов и банковских выписок, подтверждающих дееспособность семейной фермы Хазыра. И одно из главных условий – наличие собственных средств на банковском счете, составляющих не менее 40% от заявленной суммы гранта. Средства грантовой поддержки фермер направит на расширение хозяйства. На этот грант я закуплю 100 голов коров маточной поголовью, 100 голов бычков, больше года, старше года. Голов 60-70 бычков от 6 месяцев. Голов 30 нетели куплю. И на миллиона два куплю кормораздатчик, что очень необходимо в нашем хозяйстве. Бизнес-проект тщательно проверяла серьезная комиссия, в состав которой в этом году вошли представители национальных общественных организаций и правоохранительных органов, рассказывает министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесия Анзур Баташев. И это позволило сделать процедуру конкурса максимально прозрачной, исключивая разговоры о коррупционной составляющей подобных мероприятий. В состав комиссии также вошла представитель аграрного комитета парламента Карачаево-Черкесской республики Наталья Власенко. Всего в состав комиссии вошли 13 человек. Хочу отметить, что введение в состав конкурсной комиссии членов общественной организации и правоохранительных органов мы хотим сделать ежегодной. Всего 46 из представленных пакетов документов были допущены ко второму этапу очного собеседования, то есть в защите перед комиссией своего бизнес-плана. В итоге обладателем грантов стали 27 глав крестьян-фермерских хозяев нашей республики на общую сумму 126 миллиона 200 тысяч рублей. Председатель общественной организации Нагаи Эль Валерий Казаков оценил работу комиссии на 5 с плюсом. Баллы конкурсантам присуждались не просто так. Каждый бизнес-план тщательно изучался. Когда заседают междунационально, когда представительства разных национальностей, представительства разных ведомств, представительства гражданского общества, представительства власти, когда совместно решают и решают таким образом, чтобы действительно гранты попали тем людям, которые принесут пользу для республики, принесут пользу именно для экономики нашей, для сбора, допустим, даже налогов. В этом плане комиссия просла очень на высоком уровне. Программа развития семейных животноводческих ферм на территории Карачаева-Черкесии реализуется с 2012 года. За этот период грантообладателями стали более 400 крестьянско-фермерских хозяйств, создано более 300 рабочих мест. Мадина Горакетова, Алибек Ешеров, Алиб Астанов, Вести, Карачаева, Черкесия.